привет привет мои дорогие девочки сегодня с вами лилия донского как обычно и так как я сейчас без макияжа это значит что мы будем с вами делать макияж и я хочу вам показать новиночку я получила такие классные трафареты с алиэкспресс заказала честно когда не были были я почему-то не выписала а теперь жалея все-таки трафареты оказывается мне кажется удобная вещь я пристрастилась к трафаретику с которым я рисую стрелки вот такой трафарет мне очень нравится кстати недооцененная вещь вот этот маленький трафаретик а теперь у меня еще и трафареты для рисования бровей вот мне прислали три варианта три формы вот и одна мне более-менее подошла сейчас мы с вами попробуем делать макияж и я вам покажу один вариант очень быстрого макияжа который классно подойдет обладательницам мне кажется любого цвета глаз потому что он такой вот сочный и яркий я показывала как недавно подобный макияж но он какой-то слишком замороченный сложный а после этого я придумала макияж которым я делаю буквально двумя мазками сейчас я вам это все покажу но прежде всего начнем с тональной основы и сейчас я пользуюсь а за кремом это новинка который матирует увлажняя я беру так вот каплю крема многие пишут на наносит тональную основу спонжем но я все-таки привыкла уже кисти и поэтому больше пользуюсь кисточкой мне удобнее и начиная носить тон с больших участков подальше от носа и от глаз сначала основную массу сюда вот сбрасываю а потом уже делаю остаточками под глазками немножко все готовлю лицо прям грунтую его полностью ношу тон так как будто я начинаю рисовать картина то есть главное это подложка чтобы картина была красивая быстренько тела неплохой тон я хочу сказать что было много сомнений брать его не брать и надо или не надо меня кучу тоналок еще открытых но это достаточно хороший то то есть его можно смело рекомендовать он держится весь день я взяла самый светлый оттенок fire по моему сейчас называется и его можно два слоя пройтись если есть необходимость какие-то местечки замаскировать ухожу какого с подбородка ой кто-то серьги одел новенькие их еще можно заказать в каталоге но учитывать что они тяжеловатые все таки вот эта жемчужина очень тяжелая не знаю зачем мы такую сделали увесистую но например если такие серьги одеть на дискотеке мне кажется они просто разлетятся то есть их носить от реально так куда-то на выход ненадолго потому что они прям видно утяжеляет ушко так то нанесла но тем не менее еще под глазами остались синяки и чтобы их убрать я использую палетку и консилер где у меня кстати консилер хороший консилер от oriflame серии the one мне очень нравится и чтобы спрятать эти зимние синячки я беру сначала маскировщик палитру маскирующих средств и розовеньким я синячок перекрываю так аккуратненько я на каждом видео мне кажется это показываю не заостряю сильно на это внимание аккуратненько убрала синячок веснушки спрятала свои начать сейчас сывороткой пользоваться против пигментации может быть уберет вот эти 33 почему-то даже 4 штучки остались не ушли все пятнышки после лета удалились когда комплексом пропользовалась а эти остались и немного консилера беру консилер и прям вот капельку вот сюда под глазки чуть у меня синячки появились еще такая погода стоит за окном не снега не солнце чуть-чуть консилером делаю омоложение когда освежаешь кожу она выглядит моложе поэтому я так и говорю омоложение и немножко на носогубки чтобы их тоже высветлить складочки высветляем они выскакивают наружу и кожа выравнивается становится более ровно и нет такого углубления то есть чисто визуально углубление уходит и становится лицо более красивым кстати это не чисто возрастное изменение есть очень много молодых девушек и про строение лица когда носогубки просто глубокие да и щечки так наваливают сюда и лицо сразу выглядит более взрослым затем я беру пудру кисточкой беру компактную любая пудра которая есть под рукой но я буду сейчас использовать пудру жива такой средний оттенок набрала раскидала немножечко набрала немножко хоть тон и матирующий но все равно пудра мне нравится когда есть немного пудры и на пудру лучше ложатся румяна затем я беру палетку с румянами с бронзером я ее хитро использую я и хайлайтер и румяна и бронзер все вот так набираю на одну кисть нравится какой получается живой цвет не слишком розовый не слишком коричневый просто лицо настолько светлое сейчас что его нельзя перетемнить или сделать слишком розовыми пятна и персиковые то есть это будет катастрофа поэтому легкая легкая такое движение намекающие на то что лицо немножко свеженькая и вокруг ой извините увлекаясь немножко по контурам тоже раскидываем кончик носа пусть эти остаточки везде раскидали нот лицо стало заметно свежее а когда лицо свежее но выглядит соответственно сразу моложе так займемся бровями мне очень интересно что у нас с вами получится как мне сейчас нам ли зеркало чтобы не было удобно и вам чтобы было хорошо видно и я сначала подбираю себе нужную мне бровь ничего не мешало буду использовать кисть для бровей такую кисточку плоскую скошенную буду использовать свою сломанную палетку нужно все-таки закончить не выкидывать же такое добро буду ее использовать в качестве краски для бровей сейчас будем подбирать брови то смотрите я беру трафарет прикладываю ну и сразу вижу стоит не моя бровь очень широко и глубоко беру вторую мне кажется это тоже может быть и мой вариант вот смотрите приложила мне кажется прям вписывается сейчас я тут на это зеркало посмотрю но слишком широкий кончик бровей видите тут слишком широко и остался еще один трафарет по моему я его как раз себе и взяла вот я уже попал вот видите кончик более-менее на месте так тело брови выкладываем так начинается вот так смотрим ты вот мне кажется вот так будет хорошо давайте попробуем я прикладываю трафарет он достаточно гибкий то есть он плотно прилегает коже по краям держу так и двумя пальцами делаю растяжку чтобы не было пробела набираю немного цвета из палетки к сожалению не могу вам показать но я смешиваю два цвета чтобы они были не слишком темные брови и не слишком светлые и просто крашу внутри трафарета вообще мне кажется по трафарету намного легче работать придумали бы такой трафарет который просто приложил на лицо валиком прошелся и красивый макияж так надеюсь их будет хорошо еще добавляю чуть-чуть сейчас посмотрим что получится мне уже самое интересно самое главное что мы можем сравнить и что вышло вы видите первое сушки ну неплохо если сравнить 2 брови как вам легким движением руки не надо ничего придумывать все стало на место можно чуть-чуть подправить и тушью зафиксировать специальной туши для бровей давайте сделаем сразу вторую и этот же трафарет я просто переворачиваю другую сторону и сейчас надо будет поймать этот момент чтобы брови были одинаковые так у нас есть специальная линия которая показывает вертикаль должно быть хорошо это посолить нарисуем разные с вами брови чё и что будет придется смывать я кстати когда экспериментировал я сделала сначала карандашом я могу сказать что карандаш получился немножко так кажется и слишком низко опустила вот так вот карандаш жестковатый а у меня получились такие темные брови ой я так смеялась тенями пробую первый раз карандашом пробовала а решил эксперимент сделать прямо на видео с вами вместе посмотрим что получится и уже можно будет решать стоит ли трафарета до использовать своей жизни они кстати бывают разные я выписал еще одну форму на них пока не прислали я хочу попробовать разные трафареты и выбрать какой-то самый удобный самый быстрый есть трафареты вообще классные там их сразу так вот их два сразу прикладываются и они фиксируются на голове так как ободок то есть мы выставляем брови и просто их закрашиваем мне кажется это будет очень удобно но вот они пока не дошли так и что я вижу чуть-чуть получилось меня по-разному во-первых мне неудобно из-за того что очень далеко зеркало я плохо вижу вдали чуть-чуть поотправляем если мне что-то вдруг не нравится сюда можем скорректироваться что неплохо и быстро попробую расчесать сначала чешу просто чистой щеточкой чтобы снять лишнюю краску мне кажется многовато а сейчас я возьму тушь зафиксирую то что у нас получилось тушь для бровей тоже серии с иван кстати классная такая штука я и сначала недооценила а потом поняла что без нее не так хорошо как с ней и то что мне не очень нравится у меня остаточки корректора на кисточке я сейчас просто этим корректором вот тут пройдусь сверху немножко вот мне кажется переборщила так здесь все хорошо здесь для профилактики все как вам мои брови по моему прикольно с трафаретиком получу потом когда большие тоже покажу как пользоваться такими трафаретами которые как ободок а теперь самая фишка как накрасить быстро глаза вот три жеста мы делаем первый раз я чуть-чуть кладу истика теней жирных мне нравится как на них фиксируются сухие тени немножко прям готова высоковато раз первый шаг второй шаг я беру скошенную кисть такую пушистую набивную скошенную кисть и беру вот такой дерзкий оттенок теней набираю прям сразу много и мне нравится то что кисть скошенная смотрите я прикладываю сразу отсюда 1 2 и тушу и в эту сторону готова и опять набираю прикладываю 1 2 тушу и в эту сторону и немножко хвостик показываю готовы беру другую кисть чисто чистую пышную кисть и светлые тени просто светлые такие можно матовые взять смешать немножко золотистыми просто светлых теней набиваю делаю такой жест 1 2 набрала готова если мне что-то вдруг кажется что не где-то неровно я сравниваю и могу тонкой кисточкой чуть-чуть добавить где-то тут не хватает чуть чуть раз все готово внизу по желанию можно подводить можно не подводить я чуть-чуть хочу подавать сделать подводку капельку прям возьму легкий оттенок светло-серых теней и капельку так как подведу чтобы была завершенность но мне нравится и без подводки просто с тушью раз готова и кисточку немножко почистила можно прям об руку или ватный диск ну главное что туда не попали латочки еще чуть-чуть растушую чтобы более мягко и вот тут два варианта либо сразу сделать тушь и будет просто такой открытый распахнутый взгляд либо быстренько трафаретом сделать стрелку я вам совсем недавно показывала как я где потерял трафарет уже как я с трафаретом делаю стрелочки вот вот с этим то есть это просто там приложила бжих-бжих но и без трафарета получается такой сочный нежный красивый макияж мне очень нравится главное тон подобрать потом губы и все то есть макияж вот у меня занимает вместе с тоном максимум 10 минут с тональной основой ресницы раз готова первый слой сразу с этой стороны свой когда мне нужно быстро сделать все это мне вчера было 20 минут чтобы высушить волосы и сделать макияж и я уложилась то есть я сделала такой вот макияж за буквально у меня когда я не болтаю у меня на это уходит 5 минут и за 10 минут я высушила волосы и я никуда не опоздала я была вовремя и это было шикарное ощущение такое что я быстро делаю мне все нравится не не утяжеленное все такое дерзко как бы свежие глаза открытые и чуть-чуть нижние реснички обязательно нижние оттеняем капельку-капельку вы спросите где взять такие тени потому что тени которыми я сейчас крашу их нет в каталоге но есть серия giordani gold и там практически точно такой же оттенок все и тушь я накладываю не комками она прям легкая 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 можно потом когда вы снят еще разик пройтись только то прям мягкой мягкой линии потом я беру карандаш для глуп можно без карандаша мне нравится больше и прохожусь быстро по контуру легко прям одной линии я даже не прорисовываю не тушу не прорисовывая просто делаю мягкий нежный макияж беру помаду три в одном все макияж готов это так легко и просто главное смотрите очень важно хорошие инструменты вот поищите такую кисточку она настолько классно увидели приложила раз-два растушевала все очень важно иметь такой инструмент который именно как продолжение руки то есть вы куда вам нужно туда он и ведет и конечно нужна практика как я вам уже не раз говорила чем больше практики тем более у вас быстро и красиво все получится я вас благодарю за внимание если у вас есть какие-то пожелания или что-то непонятные да есть вопросы пишите прямо в комментарии под этим видео а я вам всем желаю красоты нежности и чтобы вас много времени оставалось на любимые занятия они проводить часами перед зеркалом чтобы сделать себе хороший макияж всего доброго пока пока и 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